Этот деревянный дом, стоящий на территории Топчихинской ЦРБ, когда-то гордо называли красным уголком и проводили в нем собрание. А сейчас передали одному из местных профсоюзов – объединению соцпроф. Его сотрудники пришли в ужас от искрящей проводки и протекающей крыши. Вот в таких условиях работают наши профсоюзники. Предложила главному врачу закрыть вот этот вот красный уголок. 29-го я написала предложение закрыть, а 2-го, 3-го октября здесь проводились лекции по иммунизации. Главный профсоюзник ЦРБ Тамара Чеплыгина больше переживает все-таки не за себя, а за соседей. В другой половине этого же дома живут молодые специалисты больницы. В данное время там живут фельдшера со скорой помощи. У них такие же условия, получается? Ну, конечно, конечно. Как и на этой половине? Как и на этой половине. Спросить мнение самих жильцов не получилось. Их, как нарочно, не оказалось дома. Зато свою точку зрения уже на заработную плату высказала одна из медсестер ЦРБ. Заработная плата очень низкая. И на основании постановления президента мы не ощущаем никаких добавок. То есть, ну, как все было, так и есть. Сколько сейчас заработная плата? Ну, моя заработная плата 12-14 тысяч. Это если я работаю сверх нормы. На полторы ставки. На норму ставки у меня где-то, ну, 9,5 будет. Оказывается, этот факт профсоюзная проверка тоже выявила. Якобы заработная плата медсестер в Топчихинской ЦРБ меньше показателей дорожной карты, утвержденной администрацией края. Но таких претензий руководство больницы искренне не понимает. По краю мы в серединке находимся, мы не отстаем, мы укладываемся в программу дорожной карты. Курсы по дорожной карте у нас средние. То есть, например, у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, так вот, вот это в средние, это мы укладываемся. Это так же, как средняя температура по больнице. Ту же информацию нам подтвердили и в Крайздраве. По данным чиновников, зарплата среднего медперсонала в Топчихинской ЦРБ 17292 рубля. Это даже выше среднего. Разваливающееся здание бывшего красного уголка с баланса ЦРБ выведут и снесут, но в перспективе. Насколько они уполномочены проводить оценку состояния здания? Кто, как специалист, с каким образованием проводил эту оценку? И где тот акт, который оценил, что на самом деле в этом здании невозможно пребывать? На сегодняшний день таких документов главному врачу представлено не было. Равно, как нет и жалоб на условия проживающих там фельдшеров. И вообще, к проверке добровольного объединения общероссийских профсоюзов медики относятся с недоверием. Ведь основной профсоюз-то молчит. Просто один профсоюз входит в финансовые возможности больницы, а второй просто не входит, у него все не устраивает. Проверки только начинаются, утверждает Тамара Чеплыгина. Со списком выявленных нарушений она намерена обратиться уже в Государственную инспекцию по труду. Михаил Ширин, Александр Антропов. Наши новости.